Двушажный ход В Ставропольском университете заниматься лыжами ему не приходилось. Слишком теплый климат. Но и этот вид спорта освоил быстро. Говорит, каждому уроку подходит ответственно. Дети это чувствуют. Мне нравится, как он преподает уроки. У нас была в прошлом году тема волейбол. Мне очень понравилось. Я раньше не знала, что такое волейбол. Мне не нравилось. А как сразу, у меня глаза сияли, он мне объяснил. И про баскетбол то же самое. Лыжи, баскетбол, волейбол – далеко не весь список профессиональных навыков педагога. С детства Борис Олегович занимается спортивной гимнастикой и акробатикой. Теперь преподает их детям. Мы на акробатике выполняем разные акробатические упражнения, комбинации, делаем всякие пирамиды. Я чаще всего участвую в основе пирамиды. Педагог уверен, любовь к физической культуре надо прививать с самого раннего возраста. Поэтому начинает обучать детей с двух с половиной лет и ведет их до десятого класса. Именно так спорт становится полезной ежедневной привычкой. Мне необходимо каждому ребенку привить двигательную потребность и потребность именно физической культуре в раннем возрасте. Если мне это удастся, то потом физическая культура и спорт с ребенком пойдут по жизни. Этот принцип лег в основу программы Бориса Олеговича. В конкурсе профессионального мастерства «Педагог года 2021» он участвовал впервые. Кроме видеовизитки о себе, нужно было рассказать о новых принципах в преподавании. Здесь опыт работы с детьми разного возраста как раз пригодился. Подготовка к занятиям занимает тоже большое количество времени и работать еще сложнее, потому что дети тебя, особенно маленькие, дети тебя совершенно не понимают. И нужно найти именно тот язык, найти тот контакт, чтобы получить обратную связь от ребенка. Три конкурсных этапа позади. Подготовка, волнение, переживания не напрасны. В конкурсе «Педагог года» Борис Шурыгин завоевал звание лауреата третьей степени, которое считает стимулом для дальнейшей работы и развития в любимой профессии.